Привет, друзья! Сегодня я решила сделать для вас немного необычный макияж с фарятовой помадой, потому что это одна из моих самых любимых помад, я её довольно редко ношу, но по такому поводу я решила его сделать, макияж. Я начну с того, что возьму Тени Avon Onyx Lustre, это небольшая палетка, я возьму вот этот самый верхний цвет, он, видите, очень интересный, он такой коричневый с багровым пурпурным отливом, очень интересный цвет, я больше нигде такого не встречала, так что... Так, и я наношу его в складку между веками. Это будет наш переходный цвет, поверх которого мы нанесём другие тени. Он для этого макияжа пройдёт просто идеально. Ещё одни тени, которыми я очень редко, непонятно почему, пользуюсь. Вот, то есть мы наносим так, чтобы они были не слишком очевидные и яркие. Совсем чуть-чуть наносим на нижний век. Дальше берём просто обожаемый мной L'Oreal Infallible оттенка «Вишнёвая звезда». Да, «Вишнёвая звезда». Я не знаю, как они подбирали это название, потому что на самом деле цвет скорее такой пурпурно-сливовый, бордовый. И это один из моих самых любимых цветов. Он очень глубокий и красивый. Я вам его уже хвалила. Я беру плоскую кисточку, и этот цвет я нанесу на всё подвижное веко. Он такой тёмный, что на самом деле на глазах он смотрится почти чёрным. Поэтому некоторое время я носила его, нанося в складку чёрные тени, и в итоге макияж смотрелся просто тупо чёрным. Это, конечно, не так интересно. А вот эти коричнево-бордовые, они, наоборот, подчёркивают красный пигмент в лареалевских тенях. Один из больших плюсов этих теней – то, что, во-первых, они очень плотные и пигментированные. Во-вторых, они очень устойчивые. Это одни из тех теней, которые держатся весь день, при этом не теряя насыщенность. Вы, наверное, уже об этом догадались, учитывая то, как часто я использую тени этой коллекции в своих туториалах. Так, единственное, да, они осыпаются. Так, стоило запастись консилером, но вроде не критично. Следующий шаг. Мы берём карандаш для глаз. Вот этот маленький огрызочек. Нам нужен только фиолетовый. Мы носим его на нижнее веко. А с фиолетовой помадой, если делать просто фиолетовый smokey eyes, это будет смотреться, ну, мягко говоря, через край. То есть просто добавить какой-то фиолетовый акцент, например, вот в качестве карандаша, вполне уместно. Теперь мы берём чёрный карандаш для внутреннего века. Это летоаль. И наносим, собственно, на внутренний век. Мне кажется, у меня года два назад был уже макияж с фиолетовой помадой. И там я как раз делала фиолетовый smokey eyes. И, честно говоря, мне это не очень понравилось. Значит, не понравилось. Это вполне носибельно. Но такие более сдержанно фиолетовые тона, мне кажется, смотрятся намного интереснее. Теперь я беру тушь H&M Volume Mascara. Наношу её на нижней ресничке. Так, я думаю, нужно ещё подкрасить чёрным карандашом. Несмотря на то, что он сделал непосредственно для внутреннего века, честно говоря, мне не очень нравится, как он на нём лежит. То есть обычный гелевый карандаш ложится на внутренний век, и намного равномернее, и держится намного дольше, чем этот. То есть я продолжаю пользоваться и этим тоже. Но в целом... Так, теперь верхний век. Мы берём жидкую подводку. У меня это Revlon Colossae. Люблю её, люблю. Рисуем небольшие стрелки. Вот что у нас получилось. Ещё немножко тушим. Теперь мы берём тени, которые будут у нас хайлайтером. Это из той же трёшки от Avon. Мы берём белые. И обратите внимание, они тоже очень интересные. У них есть какой-то такой голубовато-розовый отлив. Тоже никогда такого не встречала, поэтому эта палетка для меня просто какая-то уникальная. И учитывая то, что это Avon, я была особенно удивлена, увидев такие интересные цвета. Так, наносим под бровь. Внутренний уголок глаза. Немного растушёвываем. Так, теперь я возьму ещё немножко вот этого коричневого и добавлю его, потому что, мне кажется, нужно больше цвета здесь. Заодно мы сможем лучше перемешать между собой переход вот между белым и пурпурным. Перемешать между собой переход. Да, лингвиста бы из меня не вышло. Так, ещё немножко белого, потому что я дошла почти до брови. Эти макияж мне нравятся больше, чем любая другая работа. Если я где-то сделала ошибку, её очень легко исправить. Если где-то на неё слишком много тёмных теней, их можно растушевать светлыми. И наоборот. Вот что у нас вышло с глазами. Так, теперь губы. Сначала я введу их карандашом. Это Catrice оттенка Very Berry. Это один из моих самых любимых карандашей для губ. Смотрите, он такой тёмный, красно-фиолетовый. Обводим губы. Когда вы используете какую-то яркую или тёмную помаду, всегда лучше пользоваться контуром. Теперь мы берём помаду MAC. Мою обожаемую. Оттенка Violetta. Смотрите на этот цвет. Я от него просто без ума. Я от него просто без ума. Смотрите, разве это не самый классный цвет на свете? Я бы оставила губы прямо такими, но чтобы сделать их немножко более носибельными, я нанесу... Я не могу сегодня разговаривать. Я нанесу блеск, который мы тестируем на этой неделе. Это Revlon оттенка Berry Allure. Видите, он такой розово-фиолетовый. И поехали. Что такое? И вот что у нас получилось с губами. Все равно, конечно, довольно экстремально, наверное, для большинства из вас. Но мне очень нравится. Я надеюсь, что хотя бы кто-нибудь из вас рискнет это попробовать. Ну и для щек, чтобы нам не переборщить, я возьму румяна MAC из коллекции Marilyn Monroe оттенка The Perfect Cheek. И нанесу их. Как видите, это очень нейтрального цвета румяна. И если у вас яркие глаза или яркие губы, или как в нашем случае и то, и то, лучше взять вот такие румяна. Потому что они не будут перевешивать. Видите, их почти незаметно. То есть они вроде бы и есть, а вроде как и не слишком. У меня ушли долгие годы на то, чтобы перестать считать, что главное достоинство румяна, то чтобы их было очень хорошо заметно. Так что, ну, я учусь на своих ошибках. Так, смотрите, что у нас вышло. Так, глазки. Губки. Слушай, я надеюсь, вам понравилось. Ставьте палец вверх, если понравилось. Я ставлю вам всем палец вверх тому, у кого хватит мужества выйти на улицу с таким макияжем. Потому что я рискну. Я подам вам пример. Если вы решите воспроизвести этот макияж, пожалуйста, сфотографируйте и пришлите мне в Твиттере или в Инстаграме. Потому что у меня будет очень-очень интересно это посмотреть. И спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Пока! Пока!